Всем огромный привет! Начинаем новый влог. Девчонки, я тут упаковываю посылочки с отливантиками. Я вчера выставляла видео о акции на отправку, и вот девочки мне сделали пару заказиков. Сейчас все это буду отправлять. И, кстати, все-таки, девчонки, я говорила по поводу дублей в предыдущем видео. И все-таки дубли у меня, наверное, будут, потому что я сегодня прям закажу себе вот этого мазкина. У меня моя зрительница попросила сделать отливантик 5 мл. И, соответственно, у меня есть осталось его совсем-совсем мало. И я хочу себе 100 мл прям купить. Прям активно им пользоваться, и чтобы у меня стояло 100 мл для использования только для меня, потому что я очень люблю этот аромат. Ага, дочь мне тут куколки рядом играет. Прям его обожаю. И вот думаю, сейчас либо на Натина буду заказывать, либо на духе РФ. На Натина, в принципе, выгодная цена именно в товарной версии, а не в тестере. Но там нужно будет оплачивать доставку, потому что я не хочу до 4000 набирать еще что-то. Хотя, может быть, решусь и наберу. Поэтому, возможно, возьму тестер на духе РФ. Смотрю там сейчас тестеры с крышечками. Ну, в принципе, у меня же голова будет от этого медведя. Но я дочь его пообещала. Кстати, вот забыла, что подарю ей пустого мишку этого. Соответственно, надо все-таки мне будет искать, наверное, с крышкой, чтобы он был. В общем, такие проблемы парф-любителей. Найти тестер с крышкой и все такое. В общем, сейчас буду упаковывать все. А вы оставайтесь с нами. Впереди много-много всего интересного. Солнышка, дочь тут со мной играет, развлекается. Ты где такой взяла? Пушок. Ты мой пушок. Твой пушок? Классно. В общем, продолжаем влог. Знаете, что я все до сих пор еще в поиске москина, где все-таки его заказать. И сейчас что-то мне захотелось так себе приобрести. Арман Баси Инред. Очень давно к нему присматривалась. И думаю, наверное, возьму себе на лето, потому что хочется еще чего-то свежего. Потому что у нас просто невыносимая жара. Это какой-то кошмар. Мы просто сходим с ума тут от жары. И поэтому хочется чего-то такого свежего. Смотрю, кстати, по всей России. Прям везде аномально жарко стало в мае. Что-то прям здесь не так. Как-то это настораживает даже. Вот. Кстати, хотела сказать огромное спасибо девчонкам, всем, кто заказывал у меня отливантики. И вот во время этой распродажи. Девчонки, я в принципе все. У меня там осталось, может быть, пару флаконов, которыми я еще чуть-чуть могу поделиться. Но в основном все. Больше я ничем не делюсь в своей коллекции на данный момент. Потому что, во-первых, уже все. Как бы по половинке я поделилась. Во-вторых, у меня просто закончились атомайзеры. Я, может, чуть позже дозакажу. Если буду какие-то новинки покупать, вдруг буду делиться еще. А так, в общем, как-то вот так дела обстоят. Сейчас, кстати, разложила по новой. У себя здесь отливантики свои. Потому что мне так неудобно. Вот здесь вот такие маленькие, которые пробирочки. Я прям положила их вот сюда вот так. Чтобы было видно каждое название. Потому что их надо использовать. Я вам говорила, что у меня пару таких отливантиков с пластиковой крышкой начали парить. И ароматы испарились. Кстати, Arman Basi испарился у меня. Еще несколько ароматов. Поэтому вот. И также вот здесь вот так расставила отливантики по 5-10 мл. Здесь у меня пробники. Поэтому, в принципе, какой-то такой надобности большой я не вижу в покупке новых ароматов на данный момент. Сейчас я, кстати, еще вот сижу, готовлю видео о ароматах от Ajmao. Буду, наверное, по 5 ароматов вам показывать. Сейчас пока готовлю первую пятерочку. Я помню все. Потому что девочки пишут, спрашивают. Да, девчонки, я помню, что обещала. Им, наверное, роликов 5 будет посвящено Ajmao. Потому что много очень у меня там от этих пробничков. Соответственно, за одно видео это невозможно. Хотя бы по 5 ароматов в видео. Так. И знаете, что, девчонки, прям у меня самым запрашиваемым ароматом поделиться. Был это вот этот Мишка Тоуз. Я себе прям оставила. Здесь 20 мл всего. Потому что девчонки прям просили. Многие еще. Многим я отказала, что уже не буду делиться. Потому что у меня уже совсем осталось его мало. Очень он такой был востребованный. И даже девочки мне писали о том, что невозможно сейчас его с Ревгоши заказать. И, честно говоря, я подразумеваю, что это благодаря мне. Потому что после моего видео его просто начали сметать с полок. Потому что, девчонки, правда, очень хороший аналог. Есть еще один очень приятный аналог Шенель Шанса Тандер. Я, наверное, чуть позже сниму тоже такое видео. Хотела себе полноразмерный флакончик взять этого аромата. Но пока, наверное, не буду. У меня, в принципе, был пробник. Наверное, по пробнику и сниму видео. Такие вот дела, девчонки, по поводу мазкина. Мне писали тоже девчонки под видео. А зачем выбирать? У меня в заголовке написано, какой выбрать. Девчонки, это я так написала. Потому что у меня был запрос. Девочки спрашивали, посоветую, какой из мазкина мишек самый лучший, самый интересный. Поэтому я просто как бы для превью написала. Так, на самом деле, я не собираюсь выбирать. Но для меня в последнее время однозначно самое любимое – это белый. Потому что я им пользуюсь больше всего. И, знаете, мне еще понравилось, как он звучит в жаре. Я боялась, что из-за жары мускус будет усиливаться и душить. Но нет, наоборот. В жару на мне больше проявляется порошковая такая нота чистоты. Есть ощущение какой-то свежести, как глоток воздуха в жаре. Поэтому на жару прям присмотритесь к этому мишке. Конечно, я не пропагандирую никого брать слепую. Идите просто в магазин, нанесите на себя его, походите. Потому что действительно мне он нравится. Классный такой. Сейчас мы с дочей собираемся идти гулять. И зайдем на почту, получим мою посылочку. И покажем вам, что там нам пришло. Итак, мои хорошие, продолжаем влог. Мы сейчас с дочерью вернулись с почты. Получили вот такую огроменную посылочку с интернет-лагазина «Любимый Василек». Она такая большая, потому что здесь просто такие объемные позиции у меня были в заказе. Но, в принципе, здесь не так уж всего и много. Итак, давайте распаковывать вместе. Первое, что здесь уже видно, это я заказала себе подушку. Квартопедическую. Я такую подушку заказывала мужу. Я вам уже показывала, наверное, где-то полгода назад. Где-то в январе, по-моему, я заказывала ее. И решила заказать себе такую же, потому что она крутая. Очень понравилась подушка. Я то и дело стараюсь лечь на подушку мужа. Поэтому поняла, что пора себе заказывать такую же. Так, давайте откроем все, посмотрим. Так, здесь, конечно, не только подушечки. Так, я люблю распаковки с любимого Василька. Так, давайте. Пока я берусь. Итак, подушка выглядит вот таким вот образом. Она здесь, получается, идет эффект памяти. Терапевтический эффект. Гипоаллергенный она идет. Размер у меня максимальный. 67 на 47. Как раз хорошо подходят наволочки наши. Так, вот она идет эргономичная. Такая вот беленькая. Здесь с краешки идет сетка. И вот здесь вот отстегивается. То есть, чехол этот можно стирать. Классная подушка, потому что мы, как я им сказала, используем ее на протяжении около полугода. Да. И нам нравится. Вот я заказала себе такую же. Классная цена. Достаточно приятная. Потому что такие подушки в других магазинах стоят гораздо дороже. Следующее, что у меня в заказе, это вот такой вот плед. Это новинка. Он идет амбрэ, как он называется. Так. Вот. Такое покрывало плюш-велюр амбрэ. 2х2.20. Это я заказала маме. Сейчас давайте мы его с кроной посмотрим. И я, возможно, себе такой же закажу. Мне тоже хочется такой. Что-то. Я люблю, в принципе, серые пледики. Вы заметили. Ну, понял. У меня серый плед. Так. Так. Открываем пледик. О, какой он мягкий. Просто невероятный. Да. И он идет амбрэ. Это вот такого насыщенно-серого. К более светлому. Вот. Прям такой, видите, идет переход. От темного к светлому. Вот здесь прям темный такой цвет. Он светлее, 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 светлее. И вот такой прям светленький становится. Девчонки, супер классно. Мне нравится. Прям круто. Потом покажу у мамы, как он будет смотреться на диване. Прям классный. Такой мягкий, невероятный. Так. Следующее, что я заказала себе, это вот такой вот скатерть на кухне. Полтора на метр двадцать. Это у нас скатерть полу-лен. Одуванчик. Почему заказала? Потому что у меня, в принципе, кухня в таких коричневых оттенках. Я думаю, хорошо будет смотреться. Так. Ну, в общем, я ее покажу вам на столе, как будет выглядеть. Так. Следующее, что у меня было в заказе, это вот такая крутецкая мятная кофта. Размер 50. Я вообще хотела в 48-м, но 48-го не было. Точнее, он был на сайте. Я заказала. Потом с ним связались и сказали, что закончится 48-й. И я решила взять 50-й. Так. Такой вот костюмчик. И смотри, здесь еще шли шортики. Вау, девчонки. Кстати, брала только кофту. Возможно, это такой комплимент. Я просто в восторге. В 48-м размере такие вот шортики к этой кофте. Круто, девчонки. Я прям в восторге. Потому что там была, по-моему, только кофта. Да. Если я не ошибаюсь, я зайду, конечно, на сайт, перепроверю. Круто, девчонки. Я в восторге. И, кстати, шортики, если будете такие отдельно заказывать, по-моему, отдельно у них шорты такие представлены, то я смотрю по размеру уже. Что? Если вы носите на самом деле 48-й, то берите побольше. Потому что прям резиночка здесь небольшая. Наверное, на себя померю. Покажу. И смотрите, такой крутецкий мятный цвет. Все. Сегодня я буду в этом костюмчике. Я в восторге. Просто в восторге. Любимый Василек, как всегда, радует. Так. От дочи я заказала вот такие вот ласкинки. Они такие яркие, классные. Суперские. Смотрите, какие прям яркие. На нее примерим, покажем. Прям лето-лето. Обалденные просто. И дочь еще заказала вот такой вот стильный костюмчик. Это у нас, кстати, штанишки 134 размер. Костюм я ей заказала в размере так, 60 вольт. Так, 134 тоже. Это вот такой вот комбинезончик с шортиками. Ну, такой комбинезончик шорты. Видите, какой крутой. Сейчас носить прям классно. Наверное, сегодня прям вечером его наденем. Пойдем на танцы в нем. Крутецкий, да? Какой яркий. Так. И здесь у меня две позиции были повторно. Вот это я заказала вот такую ночнушку. Я вам уже показывала ее. Так, взяла в 50-м размере побольше. Если я брала в 48, то я взяла ее на подарок. Мне понравилось. Классно. И также вот такой вот костюмчик. Я вам покажу свой. Сейчас чуть дальше покажу свой. И свою ночнушку покажу. И свой костюмчик. Классно. Потому что эти позиции я взяла в подарок. Здесь у нас шортики, футболочка. Покажу вам фотографию, как выглядит на модели. И также покажу свои вещички. Вот. Теперь, что касается цен. Девчонки, сейчас секунду. Так, что касается цен у меня. Смотрите. Так, костюмчик женский. Сладкий котик. Вот, который я показывала. Пижамку 472 рубля. Ночная сорочка 246 рублей. Скатерть стоит 421 рубль. Подушка моя стоит 1824. Комбинезон на дочу стоит 588. Леггинсы на дочу стоят 294. И покрывала плюс велюр стоит 1106 рублей. И моя туника. Вот эта кофточка ментоловая 751 рубль. Девчонки, я в восторге просто. Я сейчас вам покажу на себе вещи, как выглядят. Также покажу на дочу пример. Здесь буду вставки. Я потом, возможно, еще отдельно покажу. И также покажу вам вещички. Свою ночнушечку и костюмчик. Классно. Даже в процессе носки ничего с вещами не случилось. Они так же классно выглядят. Дочь, она прям в восторге от своих штанишек. Она говорит, это кому? Мне? Как здорово. Девчонки, ссылочку на интернет-магазин «Любимый Василек» и на их инстаграм я оставлю под видео. Ты сочешь на канал? Да. И, кстати, там они очень часто, даже сейчас, по-моему, каждую неделю проводят конкурсы на активность. Если вы активничаете на их страничке в инстаграм, то они переводят еженедельно по 1000 рублей. Мне кажется, это круто. Ну и помимо этого у них тоже проходит много конкурсов. Что, расскажи? Колокольчик позвоните. Колокольчик? Это на мой канал подписаться и колокольчик нажать? Дочь ей тут помогает. Вот, девчонки, поэтому я прям в восторге. Сейчас меряю костюмчик и покажу вам, как будет выглядеть на мне. Итак, девчонки, постелила я скатерть на стол. Вот такого вот она оттеночка. Камера, кстати, передает ее более серой, но она немного более молочная, такой оттенок. Вот так вот она. Здесь стены такого теплого оттенка. Я решила такую пока скатерть постелить сюда. Дальше уже потом будет видно. Пока мне нравится. Все классно. По качеству она такая приятная, тоненькая, классная. Прям оттеночек такой интересный. В общем, мне нравится. Я довольна. Так, девчонки, смотрите, вот как раз только постирала свою ночную сорочку. Сейчас буду ее вешать, сушить на сушилку. Мне она очень нравится. Ничего не стирается. Качество никаким образом не портится. Стираю я уже раз в десятый ее, а то и больше. Кстати, по поводу костюмчиков. Костюмчик, сейчас футболка у меня в стирке, а вот здесь вот шортики. Шортики также выглядят отлично. Все с ними шикарно. Тоже стираю. Очень часто уже, наверное, тоже раз в десять стирала. Ленточка. Все отлично. Все. Шортики ни в коем случае не сели, не полиняли. Поэтому вот. Все отлично, девчонки, с этим костюмчиком. Я очень рада, поэтому я с уверенностью взяла на подарок такие вещички. Я уверена, что они понравятся тому человеку, кому я их буду дарить. Вот. Поэтому такие вот дела. Я продолжаю заниматься домашними делами. Так, девчонки, вот так вот выглядит плед. От такого прям темного к светлому. Хотя здесь, по-моему, еще темнее внизу вон оттеночек. Но плед прям классный, такой мягенький. Супер классный. Я хочу, кстати, себе заказать еще, наверное, однотонно белый плед. Тоже, мне кажется, будет классно для видео, чтобы как фон такой был на диване. Поэтому вот. Пледы на сайте любимого Василек вообще просто крутецкие. Обратите внимание, за эту цену просто суперские. Милашка, ну-ка покрутись. С ним, Милашка, в костюмчике в этом новом. Я что, не в слову еду, а на танце вот. Как тебе костюмчик этот? Нравится. Нравится. А куда ты пошла? Смотрите, какая белая. Пойдем. Классный костюм? Да. Не жарко. Нет, отключайтесь, мы вам покажем. Что покажем? Юный блогер. Хочет тоже видео снимать. Смотрите, вот какая красота. Пойдем направо, налево. Пойдем направо, наверное, здесь пойдем. Через парк пройдем. Вот такая она, снястельняшка в этом костюме. Мы идем домой теперь. Да, Милашка? Да. Здесь на площадке посидим. Да. Да, папа. Она занцевалась от души. Нет. Так тепло у нас, прям лето. Мне так нравится. Нравится на танце? Да, там такая песня. Ой, дили-дили. Она к выступлению готовится. Они готовятся. Пойду с ней на концерт. Да? Да, и будет с нами тазать. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Сосочка, какой она куча. Все, она не может налюбоваться своему костюмчику. Из-за рюкзачок у нее, котик, ушки. С ушками с ней вообще на нее расстаются. Практически спит в них. Моя косточка, я не могу без уха. Девчоночки, нужен ваш совет еще. У кого есть хлоя-номат? Как вам этот аромат? И какую версию вы больше всего любите? У меня есть отливантик, точнее, пробник туалетной воды. Отливантик парфюмерной. И девчонки, многие говорят о том, что все-таки версия Абсолют, по-моему. Или Абсолют или Интенс, оставлюсь картиночку, что она все-таки лучше, интереснее. Вот я не знаю, какой все-таки выбрать. Заказать себе пробник в той версии или нет. Вот не знаю. Потому что мне он нравится, в принципе, хлоя. Это именно вот этот намат. Парфюмерная мне даже нравится больше, чем туалетная. И вот не знаю, стоит ли так же познакомиться с третьей версией. Наверное, потом уже выбрать, что себе взять. Но опять же, думаю, заказать флакон вот этой вот парфюмерной воды. С другой стороны, думаю, нет. Я же себе обещала, что пока я не буду использовать полный отливант, флакон покупать мы не будем. Но тем не менее, вот. Так что, девчонки, жду от вас совета. Вообще мнение по поводу этого аромата. Как он вам? В какое время чаще всего вы его носите? И какая версия из трех представленных вам нравится больше всего? Девчонки, у вас тоже так? Сколько не убирайся в косметическом столике своем, все равно будет бардак. День, два, недели, опять все на места возвращается. В общем, знаете, что снимала я видео о своей коллекции. Точнее, там прям разбор я делала в нескольких роликах. Много девочек посмотрела. Кто хотел посмотреть, посмотрели. И я потом закрыла эти ролики, потому что статистика там не очень большая была относительно моего канала. Я думаю, не особо кому-то интересно прям отдельно смотреть видео о косметике. Поэтому впредь я теперь буду показывать, наверное, во влоговом формате только такие ролики, чтобы парфюмерия и косметика, чтобы это было интереснее. И тут хотела вам показать то, что сейчас выброшу, то, что закончилось, испортилось, засохло. В общем, с вами сейчас разберем. Ко мне, кстати, сейчас едет огромная посылка от бренда Eviline. Очень я жду эту посылочку. Прям обожаю этот бренд. У них много интересных продуктов. Мне нравятся их консилеры, тональники, туши, тени. В общем, очень люблю эту косметику. Сейчас жду. Поэтому я даже, честно говоря, у меня кое-какие продукты закончились. Я пока не тороплюсь покупать, потому что, возможно, там будут эти продукты. И хочется, конечно, использовать, знаете, как вот есть. У тебя там, допустим, пара туши использовала, купила что-то новое. Не хочу больше складировать, как раньше. Был у меня период, когда я прям сильно увлекалась косметикой. Прям набирала, набирала. И до сих пор еще всем этим пользуюсь. Сейчас уже, благо, у меня вот здесь вот вся косметика. Единственное, у меня еще... Еще у меня единственное вот здесь вот отдельно пока стоят помадки и тени. А так у меня, в принципе, основная масса вот здесь его. Так, давайте, что буду сейчас выбрасывать. Это вот эту вот тушь. Это у нас очень крутая тушь. Вот так она называется. Но она у меня уже засохла. Я бы хотела обязательно повторить себе ее. Так, далее, что у меня еще закончилось. Это у меня гель для бровей. Вот, известно, сегодня я, наверное, один раз еще накрашусь. И все, уже его на выброс. Потому что прямо уже все, закончился. Так, что у меня еще здесь на выброс? Это вот такая вот тушь. Классная тушь, водостойкая от бренда Vivienne Sabo. Тоже засохла уже. Так, далее у меня вот здесь еще консилер вот этот вот от Maybelline. Тоже очень ей понравился. Он тоже уже закончился. Его тоже на выброс. Сейчас вместе все переберем. Ой, девчонки, смотрите, что я нашла. Я так искала с ней этот отливантик. Вот видите, он у меня весь испарился, как я вам и сказала. Просто испарился. Вот так бывает с этими отливантиками с пластмассовыми. Так, ну, в общем-то, пока, наверное, все, что я хотела выбросить. Вот эти продукты. Здесь пока вроде все у меня еще. А, еще вот что. Закончился вот этот вот лайнер у меня от Faberlic. Тоже выбросываем. Так, остальным пока будем пользоваться и ждать новиночки косметики. Итак, девчоночки, как-то недавно я вот ездила в Кари, вам показывала, что купила себе кроссовки и забыла дома их показать. Вот такие вот кроссовочки. Мне очень понравились расцветы. Как раз я была тогда в таких черных штанишках, в косухе. Как-то так они прям подошли к образу. И мне прям захотелось эти кроссовочки. Вот такие вот кроссовочки. О, с ними у меня вышел небольшой нюанс. Это то, что они, смотрите, внутри теплые вот такие. А пока ходить прям куда-то в них я не могу, потому что будет жарковато. Ну, ничего, теперь они стоят и ждут своего часа. Мне они прям очень понравились такие стильненькие. Пишите, как вам. Я, честно говоря, вообще не особо люблю вот эти всякие змеиные, тигринные принты. Но здесь прям как-то мне понравилось в этих кроссовках. И, кстати, вот на днях ездили тоже дочи. Покупали обувь. Я никогда раньше не ходила в таких спортивных басножках. А в этом году решила взять, потому что катаемся с дочей на самокате. И мне прям захотелось чего-то такого удобного. Вчера один раз уже их обувала. Обалденно мягкие. Девчонки, это такой кайф. После обычных таких, либо на тоненькой платформе и басоножек, либо на каблучках на платформе. Это прям кайф. Такое ощущение, как будто бы они как зефирки, прям такие мягенькие. Девочки, перебирала сейчас свет левант. И у меня вот остались пустые атомайзеры. Я вот думаю, что с ними делать. Есть ли возможность вообще как-то их реабилитировать? Выветрить, чтобы потом использовать для себя, для других ароматов. Либо же нет. Пишите, знатоки, кто уже с этим сталкивался. Если вы используете повторно вот такие для себя атомайзеры, как вы вообще испаряете из них ароматы? Возможно ли это? Нет. Будет очень это интересно, очень это актуально. Буду ждать от вас ответа. Что мне с ними делать? Наверное, как-то надо их промыть, просушить. И напишите мне, пожалуйста, как вы это делаете. И в завершение влога хочу вам показать свой аромат дня. Это Juliette Hazegan. Груша, новиночка. Кстати, чем больше он мне настаивает, тем больше он мне нравится. Кстати, не обращать, что я не ношу на заднем плане. Это там у нас дети на площадке веселятся. У нас сегодня погода такая немного пасмурная. Но тепло. И прям хотя бы можно гулять. И смотрите, какой у меня тут бардак случился. Здесь у меня хранится моя бижутерия. Я вам сейчас хочу все это разложить. Но знаете, бижутерия это такая, которую я не особо-то ношу. Можно там использовать для видео. Тут у меня просто дочь посмотрела. Все, вот так получилось. И можно там на видео, допустим, надеть эти украшения. Или как-то вот дополнить образ. Именно больше для съемок. То есть в повседневной жизни куда-то я такие яркие какие-то акценты в такой бижутерии не ношу. Я основном ношу ювелирные украшения. О, видите, у меня даже кисточка тут как-то оказалась. Бижутерия больше осталась для образов, для видео. Сейчас буду наводить порядок. И на этом уже буду заканчивать данный влог. Спасибо, что провели это время со мной. Надеюсь, вам было интересно. И встретимся с вами совсем-совсем скоро. И пока-пока!